Глава 7. Судебная власть и прокуратура. Наименование главы 7. Вред. Закон РФ от 05.02.2014. Номер 2 ПКЗ. С. 118. Часть 1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. Часть 2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Часть 2. Вред. Закон РФ от 14.03.2019 года. Номер 1 ПКЗ. Часть 3. Судебная система Российской Федерации устанавливается в Конституции РФ и Федеральным институционным законам. Судебную систему РФ представляет Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, Федеральные суды, Общие юрисдикции, Арбитражные суды, Мировые суды, Субъектов РФ, С. Создание чрезвычайных судов не допускается. Часть 3. Вред. Закон РФ от 14.03.2019 года. Номер 1 ПКЗ. Судьями могут работать граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование, и стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет, постоянно проживающие в Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства, либо вида нажительства или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданин Российской Федерации на территории иностранного государства. Судям судов Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные, денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к судям судов Российской Федерации. Статья 120, часть 1. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону. Часть 2. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа закону, принимает решение в соответствии с законом. Статья 121, часть 1. Судьи несменяемы. Часть 2. Полномочия судей могут быть прекращены или приостановлены не иначе, как в порядке и по основаниям, установленным федеральным законом. Статья 122, часть 1. Судьи неприкосновенные. Часть 2. Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности, иначе, как в порядке, определяемым федеральным законом. Статья 123, часть 1. Разбирательство дел во всех судьях открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом. Часть 2. Заводственное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме случаев, предусмотренных федеральным законом. Часть 3. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Часть 4. В случае, предусмотренных федеральным законом, судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей. Статья 124. Финансирование судов производится только из федерального бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия в соответствии с федеральным законом. Статья 125. Часть 1. Конституционный суд РФ является высшим судебным органом конституционного контроля РФ, осуществляющим судебную власть посредством конституционного судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя, основных прав к свободе человека и гражданина, обеспечения, верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей территории РФ. Конституционный суд РФ состоит из 11 судей, включая председателя Конституционного судра РФ и его заместителя. Часть 1. Вред. Закона РФ от 14.03.2020 года. Часть 2. Конституционный суд РФ по запросу президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, 1. Пятая сенатора РФ или депутата Государственной Думы, правительства РФ, Верховного Сударственной Федерации, органов законодательной и исполнительной акции Субъекта РФ разрешает дело о соответствии с Конституцией РФ. Пункт А. Федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Советы Федерации, Государственной Думы, правительства РФ. Пункт Б. Конституции, республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов Субъектов РФ, изданных по вопросам отношений и введения органов Государственной Власти РФ и совместному введению органов Государственной Власти РФ и органов Государственной Власти Субъектов РФ. Пункт В. Наговоров между органами Государственной Власти РФ и органами Государственной Власти Субъектов РФ. Пункт Г. Вступившим в силу международных договоров РФ. Часть 2. Вред. Точка закона РФ от 14 до 3 до 19 года. Номер 1 ФКЗ. Часть 3. Конституционная Сударственная Федерация разрешает споры о компетенции. Пункт А. Между федеральными органами Государственной Власти. Пункт Б. Между органами Государственной Власти РФ и органами Государственной Власти Субъектов РФ. Пункт В. Между высшими государственными органами Субъектов РФ. Часть 4. Конституционная Суд РФ в порядке, установленном федеральным конституционным законом, проверяет пункт А. По жалобам нарушения конституционных прав и свобод граждан, конституционность законов и иных нормативных актов, указанных в пунктах А и Б части 2 настоящей статьи, применяемых в конкретном деле, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты. Пункт В. По запросам судов, конституционности законов и иных нормативных актов, указанных в пунктах А и Б части 2 настоящей статьи, подлежащих применению в конкретном деле. Часть 4. Вред.ФКЗ от 14.03.1919.1. Часть 5. Конституционный суд РФ по запросам Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, Органов Законодательной Власти, субъектов РФ дает толкование Конституции РФ. Часть 5. Конституционный суд РФ. Пункт А. По запросу Президента РФ проверяют конституционность проектов законов РФ, а поправки Конституции РФ, проекты федеральных конституционных законов, а также принятых в порядке предусмотренных части 2 и 3 ст. 107 и части 2 ст. 108 Конституции РФ, законов до их подписания у Президента РФ. Пункт Б. В порядке, установленном Федеральным Конституционным Законом, разрешает вопрос о возможности исполнения решений междугосударственных органов, принятых на основании положений Международных Договоров РФ, в их истолкновении противоречивающим Конституционной Федерации, а также о возможности исполнения решений иностранного или международного межгосударственного суда, иностранного или международного третейского суда арбитражем налагающего обязанности на Российскую Федерацию в случае если это решение противоречит основам публичного правополятка РФ. Пункт Б. По запросу Президента РФ в порядке, установленном Федеральным Конституционным Законом, проверяет Конституционность Законов Субъекта РФ до их обнародования высшим должностным лицом Субъекта РФ, руководителем Высшего Исполнительного Органа Государственной Власти Субъекта РФ. Часть 5. Основская 1. Введена Законом РФ от 14.03.2019 года. Часть 6. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утращивают силу несоответствующей Конституции РФ. Международные договоры РФ не подлежат введению в действие и применению. Акты или их отдельные положения, признанные конституционными в истолковании данным Конституционным Судом РФ не подлежат применению в истолковании. Часть 6. Вред . Закон РФ от 14.03.2019 года. Номер 1 ПКЗ. Часть 7. Конституционный Суд РФ по запросу Совета Федерации дает заключение о соблюдении установленного порядка и выдвижении обвинений президента Российской Федерации либо президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий в государственном изменении или совершении иного тяжкого преступления. Часть 7. Вред . Закона РФ от 14.03.2019 года. Номер 1 ПКЗ. Часть 8. Конституционный Суд РФ осуществляет иные полномочия, установленные федеральным конституционным законом. Часть 8. Введена законом РФ от 14.03.2019 года. Номер 1 ПКЗ. Статья 126. Вред . Закона РФ от 14.03.2020 года. Номер 1 ПКЗ. Верховный суд РФ является высшим судебным органом по гражданским делам, разрешением экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным судам, базованным в соответствии с федеральным институционным законом и осуществляющим судебную власть посредством гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства. Верховный суд РФ осуществляет предусмотренным федеральным законом в процессуальных формах судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и арбитражных судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики. Статья 127. исключена. Закон РФ от 05.02.2014 года. Номер 2 ПКЗ. Статья 128. Вред.Закон РФ от 14.03.2020 года. Номер 1 ПКЗ. Часть 1. 1. Председатель Конституционного государственного федерации, заместитель и председатель Конституционного государственного федерации и судьи Конституционного государственного федерации, 2. Председатель Верховного государственного федерации, заместитель и председатель Верховного государственного федерации и судьи Верховного государственного федерации назначаются Советной Федерации по представлению Президента Российской Федерации. Часть 2. Председатели, заместители, председатели и судьи других федеральных судов назначаются президентом Российской Федерации в порядке, установленном федеральным конституционным законом. Часть 3. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного Суда Российской Федерации и иных федеральных судов устанавливаются в Конституции Российской Федерации и Федеральным Конституционным Законом. Порядок осуществления гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства регулируется также соответствующим процессуальным законодательством. Часть 1. Прокуратура Российской Федерации, единая федеральная стерилизованная система органов, осуществляющая надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдение прав свобод человека и гражданина, уголовного расследования в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющие иные функции. Полномочия и функции прокуратуры Российской Федерации и ее организации и порядок деятельности определяются федеральным законом. Часть 2. Прокурорами могут быть гражданами Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное выражение гражданинских федераций за территориями иностранного государства. Прокурорам в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета в клады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Часть 3. Генеральный прокурор Российской Федерации и заместитель генерального прокурора Российской Федерации назначается на должность после консультации с Советом Федерации и освобождается от должности президентом Российской Федерации. Часть 4. Прокуроры субъектов Российской Федерации, прокуроры военных и других специализированных прокуратур, приравненные к прокурорам субъектов Российской Федерации, назначаются на должность после консультации с Советом Федерации и освобождаться от должности президента Российской Федерации. Часть 5. Иные прокуроры могут назначаться на должность и освобождаться от должности президента Российской Федерации, если такой порядок назначения на должность и освобождение от должности установлен федеральным законом. Часть 6. Если иное не предусмотрено федеральным законом, Прокуроры города, районов и ближайшие к ним прокуроры назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным прокурором Российской Федерации.